Новости региона на телеканале ПС. С вами Вадим Федосеев. Здравствуйте. Семь жительниц Котласа попали под очарование местного Альфонса и поплатились за легкомыслие. Мошенник вытянул из доверчивых гражданок более полутора миллионов рублей. Действия афериста квалифицированы по третьей части. Статьи 159 Уголовного кодекса как мошенничество. Потенциальных жертв мужчина находил в ходе интернет-переписки или на улице. Предложение в проливной дождь сесть в машину и бесплатно добраться до нужного места дамы принимали, не раздумывая. По словам пострадавших, Альфонс был тонким психологом и знатоком женских душ. Для каждой у него была заготовлена своя история, после которой дамы сердца брали в банках многотысячные кредиты. Документы оформляли на свое имя. Мошенник уверял, что платить за все будет сам. Кому-то он говорил, что он попал в аварию, что у него мама болит, что он сам в больнице лежит, ему нужны денежные средства. Кому-то говорил о том, что он хочет открыть магазин автозапчастей, что он приобретет машину, оформит на ее имя. Ну, множество там совершенно разных было причин, после которых женщины соглашались и, соответственно, шли вот на такие поступки. Сердобольные женщины, не чувствуя подвоха, передавали Альфонсу деньги и тут же оставались с носом, без ухажера и с долговыми обязательствами. Ущерб, нанесенный, как правило, одиноким дамам с детьми, разный – от 50 до 200 тысяч рублей. Общая сумма – более полутора миллионов, и это только семь доказанных фактов. Интересно, что Альфонсом оказался женатый мужчина, а его первой жертвой стала теща, правда, теперь уже бывшая. В областном центре совершено нападение на бригаду скорой помощи. Приехавшие на вызов медработники обнаружили в квартире двоих мужчин. Один был избит, находился в тяжелом состоянии, а второй накинулся с кулаками на врачей. Препятствовал осмотру, препятствовал оказанию медицинской помощи и, в конце концов, без причин, с кулаками набросился на врача выездной бригады. В выездной бригаде на счастье в составе оказалось двое мужчин, которым удалось, медиков, которым удалось физически стеснить этого дебошира и удерживать его до прибытия наряда полиции. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован в областную больницу, прооперирован и сейчас находится в реанимации. Его буйный приятель задержан, врач не пострадал. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненинском автономном округу проводится доследственная проверка. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с причинением телесных повреждений как мужчине, который был избит, так и врачу. Добавлю, что за последние даже не года, а десятилетия, это первый такой случай нападения на бригаду скорой помощи в Архангельске. Информация, растиражированная некоторыми СМИ Архангельска, о закрытии Центра СПИД не подтвердилась. В региональном Минздраве заявили не о закрытии, а о возможной реорганизации Центра СПИД. Причина – необходимость освободить помещение на Чумбар-Волучинского-20, которое Центр СПИД занимает вот уже 25 лет. Оно признано аварийным, средств на капитальный ремонт у ведомства сейчас нет. После рассмотрения всех вариантов остановились на следующем. Центр СПИД въедет в здание, где располагается областной кожно-венерологический диспансер. Вопрос, последует ли за этим объединение двух юридических лиц в одно, или они так и останутся добрыми соседями под одной крышей, пока открыт. Где-то около 20 территорий Российской Федерации имеют Центра СПИДа в составе кожно-венерологических служб, кожно-венерологических диспансеров. И принципиальный вопрос. Мы рассматривали, я еще раз повторяю вам, либо они переезжают на эти площади в составе отдельного юридического лица, либо идет реструктуризация путем присоединения. В администрации Архангельска новое назначение. Сегодня официально вступила в должность новый начальник пресс-службы, наша бывшая коллега Ирина Буйновская. Ирина Петровна начинала редактором на радио в Наринмаре, позже переехала в Архангельск и пришла в холдинг АТК «Медиа». Свыше 15 лет Ирина Буйновская возглавляла службу информационного обещания Архангельского телевидения. Поэтому должность пресс-службы администрации Архангельска воспринимает не как новое место работы, а как продолжение курса, взятого на освещение самых актуальных новостей городского масштаба. Мы, конечно, будем так же работать. Мне легко видеть информационные поводы. На пламерке поймала себя на мысль, что я сижу записываю, да. То там цветы посадили, то убрали, то убрали. Это еще в крови у меня. Поэтому, конечно, думаю, это принесет только пользу, где можно увидеть и слышать информационные поводы, которые можно применить для средств массовой информации. Ну, то есть хочется стать такой связующим звеном со СМИ города и области. Ну, и, конечно, открытость, безусловно. Я за открытость, за доверие, взаимопонимание. В Архангельске прошли торжества в честь 15-летия со дня образования отряда специального назначения «Ратник». Торжества начались с возложения венка и цветов к памятнику погибшим воинам спецназа. Затем был молебен в часовне Георгия Победоносца за бойцов, которые в настоящее время служат на Кавказе. За 15-летнюю историю архангельский спецназ неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в Чечне, Ингушетии, участвовал в освобождении заложников в школе Беслана. 260 военнослужащих «Ратника» за проявленное мужество и героизм награждены ведомственными и государственными наградами. Я как-то с детства хотел служить в спецназе, попал на срочку служить в ВДВ и потом уже после срочной службы устроился в отряд. Нужно не подвести своих ребят, чтобы они вернулись домой и надеюсь, что они испытывают то же самое, чтобы вернулся домой живой я. В честь 15-летия в воинской части открыли выставку боевой техники и вооружения, а в клубе прошла официальная часть. Командир отряда «Ратник» полковник Сергей Науменко вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды. В музей села Ломоносово Холмогорского района после длительной реставрации из центра имени Грабаря вернулся уникальный экспонат. Месяц реставрации позади и удивительной красоты ларец возвращается в фонды Холмогорского музея. Экспонат – произведение мастеров резьбы по кости. В 1962 году был выкуплен музеем у одной из жительниц села Ломоносово. Позже, подняв архивные документы, историки выяснили, что ларец имеет 300-летнюю историю и прямую связь с династией Ломоносовых. Жена Степана Архипова Александра Дмитриевна Тышова была прапраправнучка Марии Васильевны Головиной родной с сестрой Михаила Васильевича Ломоносова. Мать Анны Алексеевны Горшковой, Поросковья Степановна Кавадева в девичестве Архипова, получила этот ларец в приданное. Записано со слов Анны Алексеевны Горшковой, колхозницы колхоза имени Михаила Васильевича Ломоносова, продавшей ларец музею. И случилось это 55 лет назад. Ровно столько в музее хранится и уникальный портрет Ломоносова. Ученый, возродивший мозаичное искусство, стал главным источником вдохновения для художников-мозаистов. На работу этого портрета ушло 9 месяцев. И вот каждый кусочек был приклеен. 5 тысяч кусочков смальты. Вес портрета 70 килограмм. Это кусочки смальты. Обратите внимание, ломоносовской смальты. Они найдены в Усть-Трудице, в Санкт-Петербурге, где у Михаила Васильевича была, как он говорил, своя стеклянная фабрика. В планах у сотрудников музея провести реставрацию купели. Той самой, в которой по преданию крестили маленького Михаила Ломоносова. Задумка – сделать это к очередному юбилею со дня рождения ученого. Светлана Дейнека, Артемий Заварзин, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. На острове Краснофлудский в Приморском районе прошел открытый чемпионат Архангельской области по выездке. Выездка – это высшая школа верховой езды, олимпийский вид спорта, а еще самый элегантный вид конного спорта. Для Софии Кузнецовой это первые выступления в конном спорте она всего год, но успела найти общий язык с прекрасными животными. В паре с конем по кличке Бест одержала уверенную победу в первой категории для начинающих всадников. Все лошади добрые, они очень хорошо понимают. И всегда, ну, они не бросят беде на самом деле, потому что, я вот вспомню, ко мне в ливаде подошел конь. Ну, в общем, вот эта зайка мне помогла. И сегодня я выступала на нем. На выездке всадник должен продемонстрировать полное взаимодействие с лошадью. Самые разные упражнения на любых аллюрах животное выполняет красиво, с полуслова, полудвижения, понимая, чего хочет человек. И если оба при этом несут себя с достоинством, то высокие баллы обеспечены. Ну, в первую очередь, на качество выполнения того или иного элемента, гармонично ли смотрится всадник с лошадью, ну и контакт между всадником и лошадью. В открытом чемпионате Архангельской области по выездке приняли участие 29 пар наездниц и лошадей, представители пяти иконных клубов Архангельска и Приморского района. Победу во второй категории сложности завоевали Евгения Лобанова с Пантеаком. Лидерами в третьей среди самых опытных стали Алена Воробьева с лошадью Бордо. Олеся Кокина, Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Информационные итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. До встречи.